Из книги «Открытым оком» 11 том, тема Лапкин книги, вопрос 2462. «За вами следило КГБ долгие годы и упрятало вас. Встят ли они после этого тем, кто остался живым, как ненужным свидетелем их сверст?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Если вы мне верите, то поверьте, что у меня ни тогда, ни в тюрьмах, ни в лагере, ни сегодня на них не было ни малейшей обиды, и я всегда за них молился. И каждый год звоню им на Рождество Христово и на Пасху поздравляю, и говорю о любви Божией. Сделал на них запрос, хотел узнать, как они за мной следили, какая была у меня кличка, псевдоним. Пишу хороший ответ, может, и лживый, я этого не могу знать. Мало того, когда в Потеряевке не было еще телефона, то Алексей Загуляев, телефон 45 74 77, взялся там установить радиостанцию и добился разрешения. Думаю, что не без их ведома, действительно, по 31 декабря 1993 года. Государственная инспекция электросвязи Министерства связи СССР. Разрешение номер 00854 дробь и на правой эксплуатации любительской приемно-передающей радиостанции четвертой категории индивидуального пользования. Позывной сигнал УА9-ХП ФИО владельца радиостанции Латкин Игнатий Тихонович. Подробный почтовый адрес Алтайский край, город Барнаул, 2-я строительная, 62-16. Разрешается эксплуатация приема приемно-передающей радиостанции в полосах частот мощности классами и шириной полосы излучения в соответствии с настоящей таблицей. Полосы частот 1830-1930 КГЦ. 1840-1930 КГЦ. В скобках круглых. 1900-1930 КГЦ. Максимальная мощность радиостанции 5 Вт. Ширина, класс и ширина полосы излучения. 100-МА-1А. В круглых скобках 3К00Р. Латинская 3Е. 3К00Ж3Е. 6К00А3Е. Государственная инспекция по Алтайскому краю. 28 сентября 1993 года. Владелец радиостанции обязан соблюдать все требования инструкции о порядке регистрации и эксплуатации приемно-передающих радиостанций. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Управление по Алтайскому краю. 15 июня 2000 года. Номер L. Заглавная тире 3. Латкину. Игнатий Тихонович. Город Барнаул. Улица 2. Строительная. 62.16. Уважаемый Игнатий Тихонович. На обращении от 10 мая 2000 года сообщаем, что какими-либо материалами в отношении вас управление ФСБ по Алтайскому краю не располагает. Результаты оперативно-розыскной деятельности были переданы для приобщения к уголовному делу, а не использованы в качестве доказательств. Уничтожены в 1991 году в установленном порядке. В Рио начальника УФСБ России по Алтайскому краю подполковник Тарасов В.А. Притчи 16.7. Когда Господу угодны пути человека, он врагов его примеряет с ним. Прошло уже 17 лет, как я освободился, но не могу указать ни одного случая, когда бы меня они прижимали. Может, это было где-то через епископов Московской Патриархии, но это только Костина и мои догадки. Даже более того, когда профессор по борьбе с сектантами Дворкин Александр Леонидович был в Барнауле, и в епархии была якобы его пресс-конференция, то он меня там обозвал тоталитарным, как передавала мне Валабуева М.М. 26.15.81, зав. кафедры теологии Алтайского государственного университета. То встал представитель ФСБ, телефон 66.7401, и сказал в мою защиту, что они меня уважают. Помним ли мигание фитилька? Как представим расставание с жизнью? Прошлое вглядись издалека. До какой приблизились отчизны? Ход размеренный. Был вечер, будет утро. Будет, но какой и что нас ждет? В темноте нахально врали шустро, а теперь за все давать отсчет. Не тогда, а сегодня надо думать гордость, словно путь переломить. Худо, плохо, перевесят в сумме. Не востребован на доброту лимит. Господи, как хорошо, что дал нам прикоснуться к вечности с утра. Там река горит страшней на палма. Все сегодняшнее превратится в прах. Утром раним пред тобой и встанем. Псалмопевцем к Богу вопьем. С главами из Библии, братанье, со стихами. И что в них? Совсем верю. За меня ты был гоним. За меня страдания. Смерть вкусил ты. Вытащил из тысячи стремнин. Без тебя тот путь мне не осилить. Каждодневно руки простираю. Распинаюсь в горе с Иисусом. Выплывает прошлое. Таранит. Угрожает, будто не спасусь я. Помню прошлое. Не смею глаз поднять. Трудно же далась дорога к храму. Каждый час Голгофа и Чечня. Воспоминаниями расстравливают раны. Помню день им. Час, часы качнулись. Прошлое отрезал на молитве. На колени пал тогда со стула. Вот рубец от покаянной бритвы. 14 декабря 2004 года. Игнатий Лапкин.